29 мая на стадионе «Спартак» состоялся финальный этап Кубка Побегу. Традиционно в соревнованиях принимают участие легкоатлеты, которые тренируются под руководством трех наставников – Ильи Федотова, Маргариты Вренцовой и Дениса Буликова. Для некоторых возрастных групп спортсменов данные соревнования являются завершающим этапом и кульминацией сезона. А кого-то впереди ждут еще более ответственные старты. У нас сегодня заключительный финальный этап, пятый. Ну, ребята долго шли, конечно. Наконец-то мы дошли до финиша. И вот этот у нас этап, он как бы заключительный, но не для всех. Потому что у нас на носу, как бы, уже более крупные соревнования будут тоже. И, соответственно, для более взрослых возрастных групп, это вот где-то 4-5, и для них еще старты будут впереди. А вот для более маленького возраста, это можно сказать, что, ну, заключительный старт. Потом они немножко уходят на покой, как бы, в лагеря спортивные, там, в школьные лагеря. И отдыхают где-то месяцок, где-то до июля. Потом у нас снова начинается уже подготовка к осеннему, как бы, к осеннему сезону. Ну, соревнования проходят у нас сегодня также по трем возрастным группам. 2008-й и моложе, 2006-2007 и 2004-2005. Также у нас по-прежнему сегодняшний этап будет состоять из двух дистанций. Это спринтерская дистанция 100 метров и длинная дистанция. В старших возрастах это 1000 метров, в среднем возрасте 800 метров и в младшем возрасте 400 метров. Ребята также будут награждаться грамотами, медалями и кубками за первое место. Ну, хотелось бы пожелать, конечно, всем успешных стартов, честной борьбы. Конкуренция довольно-таки сложная, особенно в некоторых возрастах. Особенно в младших возрастах у девочек там тоже очень серьезно. Да и в старших возрастах тоже идет очень серьезная конкуренция. Так что сегодня, я думаю, что будет упорная борьба, потому что у некоторых ребят идут спорные очки, кто какое место займет. Так что, кто, как бы, говорится, сегодня выигрывает, тот и занимает призовые места. Так что, вот. Младшая группа уходит на покой, то есть они отдыхают, да, вот на протяжении месяца, получается. Старшие где принимают участие? Ну, вот у нас вот сейчас будет в эти же выходные всероссийские соревнования «Горный бег», куда вот пойдут ребята из возрастной группы 4-5. Там вот, я даже могу точно вам сказать, это вот Коновалов Степан, Кулешова Марина, Смирнова Дарья. Ну, там еще парочку ребят. Потом также у нас вот, конечно, вот Субботина Дарья, она здесь не будет участвовать, она уже более старший возраст, но она вот сейчас 7-9 июня уезжает у нас в город Смоленск, на ЦФО, Центральный федеральный округ, и будет защищать, как бы, нашу Костромскую область. В 20-х числах июня чемпионат области, где также вот эта старшая возрастная группа 4-5 и вот 2002-2001 год рождения также будут принимать участие в этом старте, уже будут защищать, как бы, честь города, потому что там идет уже соревнования среди городов, это будет проходить в Костроме. Ну, и если вот так дальше идти, то вот так же в июле уже, вот чемпионат России по легкой атлетике. Ну, туда пока запланирована у нас только одна Субботина Дарья, 2002 года рождения. Ну, у него, можно сказать, что сезон не заканчивается, а в самом, в разгаре, как говорится. Ну, и, конечно же, наши, точнее, как наши, наши губернаторские игры, которые будут проходить 25-го июля, 25-го, 27-го июля в городе Буя. Также в Субботина Дарья будет защищать честь города нашего, ну, легкотлет, так же у нас там Малков Александр, Воронина Анастасия, это те вот, как бы, ребята, которые тоже будут участвовать на этих играх, но они более уже взрослого возраста, уже, как бы, на этих соревнованиях они не участвуют. По итогам соревнований в подгруппе 2008 года рождения и моложе первое место завоевала Арина Спицына, второе была Виктория Кулешова и третье место у Варвары Сарычевой. Среди мальчиков лидером был Артем Смирнов, второе место завоевал Глеб Рыбалка, замыкая тройку лидеров Василий Смирнов. В подгруппе 2006-2007 годов рождения первой была Анна Барышева, второй – Вероника Герасимова, третье место завоевала Ксения Смирнова. У юношей первым к финишу пришел Иван Каленцов, серебро завоевал Владимир Басистый, бронзу – Никита Смирнов. И в подгруппе 2004-2005 годов рождения лидировала Марина Кулешова, второй на финише была Дарина Разумова, замыкая тройку лидеров – Екатерина Шубина. Золото и кубок за первое место у юношей этой же подгруппы завоевал Артем Пестов, вторым по итогам соревнований был Степан Коновалов, третьим – Кирилл Аитов. Перед родителями часто встает вопрос о том, в какую спортивную секцию отдать своего ребенка. В принципе, многие виды спорта могут похвастаться комплексным физическим развитием. Играть в лазертак или заниматься скалолазанием – все развивает ребенка. И легкая атлетика – не исключение. Тренировки в легкой атлетике построены таким образом, что у ребенка развиваются все мышцы тела, улучшается координация, выносливость, укрепляется иммунитет. Тренеры стараются любую тренировку превратить в игру, чтобы физическая нагрузка воспринималась очень легко. Обычно эти игры настолько захватывают детей, что те могут часами бегать, прыгать, не замечая усталости. Зауч и база находятся на стадионе «Спартак». Соответственно, тренировочные занятия также у нас проходят на стадионе «Спартак» в основном. И, соответственно, все желающие, которые хотят отдать своих детей на занятия легкую атлетику, то нужно приходить сюда обращаться или к заучу, кликнуть на деньги на нем, или лично к тренерам. Обычно, конечно же, проходит набор в начале учебного года. Ближе к осени, когда уже начинается учебный год, и когда формируются новые группы. И, соответственно, вот здесь обычно идет набор. Соответственно, тренера с радостью набирают детей для занятия спортом. А есть какой-то возрастной критерий? По сути, да. Основной критерий – это с 9 лет. Но если есть одаренные дети, более подвижные, энергичные, которые в 7-8 лет уже смогают выполнять нагрузки 9-летних ребят, то, конечно же, тренера берут и такой возраст.